Как играть в питанг и шаффлборд? Чем китайский бокс отличается от французского? Ответы на эти вопросы, а вместе с ними и возможность сразиться в Корнхолл и Айсшток получили подопечные Республиканской Федерации Айкидо. Они стали участниками Международного фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта, который прошел в детском центре Артек. Своими впечатлениями ребята поделились с нашим корреспондентом Вячеславом Ильиным. Спорт как посол мира и дружбы. Первый международный фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта объединил в Артеке 600 детей из России, Китая, Израиля, Нидерландов и стран бывшего СССР. Ребята в возрасте от 8 до 17 лет в августовскую смену получили возможность не только показать свой вид спорта, но и просто пообщаться со сверстниками. В числе представителей 22 российских регионов на фестиваль пригласили и воспитанников Республиканской Федерации Айкидо. Свои две минуты славы ребята из Чуваши получили на церемонии открытия. Асфальтовое покрытие костровой площадки детского лагеря морской не помешало юным мастерам Такимуса Айки продемонстрировать арсенал приемов, в том числе и с падением, и заслужить аплодисменты сверстников и диплом организаторов фестиваля. Они долго готовились к этому фестивалю, там тренировались и выступили очень успешно, получили только положительные отзывы. Три артековские недели стали мощным импульсом для продолжения занятий, так что на первое в новом тренировочном цикле занятия ребята, не сговариваясь, пришли в полном составе. Главным достижением фестиваля это результаты, это захват духа детей. Дети уже зажглись, получили искорку и дальнейшая их дорога, это уже выбор за ними. Но Айкидо как бы дало вклад в эту искру. В числе 30 лучших воспитанников в фестивале участвовала Елена Зимина. Ученицы 4 класса 54-й Чебоксарской школы Айкидо занимаются уже 4 года. Поездка в Артек запомнилась ей не только регулярными тренировками. Я познакомилась с двумя девочками из Липецкого, Яной и Машей. Я познакомилась с девочкой из Екатеринбурга, Дашей. Они не занимаются Айкидо, но они очень хорошие друзья и мне они очень понравились. Мы скорее всего с ними будем переписываться и дальше дружить. Под крылом Республиканской Федерации Айкидо в Чуваше сегодня занимаются полторы сотни мальчишек и девчонок. Профессиональными спортсменами станут конечно не все, но полученные навыки помогут им правильно построить свою жизнь. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.